Добрый день, уважаемые гости! Меня зовут Евгения Рослякова. У нас сегодня с вами замечательная лекция про здоровье. Школа. Называется «Концепция здоровья». Вы знаете, куда вы пришли? Кто у нас новички? Мы первый раз. Первый раз, тоже девушка первый раз, да? Второй раз. А, второй? А, замечательно. Просто сказала, что здесь чудеса проявляются. А, чудеса? Да, и все. А дальше пускай снижаются. Итак, вы находитесь в одном из офисов продаж компании «Корал Клаб». Таких у нас офисов 350 и более. Ну, 350 от компании и партнерские вот такие офисы по всему миру. Сейчас мы с вами. Вот. Сделаю небольшой экскурс компании, чтобы вы понимали вообще, куда вы пришли. Да? А то скажем, куда-то вас, да? Не туда попали. Не туда попали. Итак, компания у нас развивается в wellness направлении. То есть это продукты для здоровья внутреннего и для здоровья нашей... Все, что вокруг нас, да? Вот, здоровый образ жизни. Итак, 20 лет на рынке. Компания зарекомендовала себя. Прошла там кризисы и различные вот эти вот наши экономические какие-то передряги. Компания у нас в 38 странах присутствует. То есть это о чем говорит, что 360 вот таких офлайн-магазинов, или мы называем офисов продаж, и в каждой стране у нас своя сертификация продуктов. И вот таких действующих сертификатов 2500. Потому что в каждой стране это определенная сертификация идет. Если, допустим, в России достаточно сертификации качества, да, то в других странах такого сертификата недостаточно. То есть каждый сертификат делается под регламент каждой страны, да? Вот, у нас такие есть сертификаты, которые, допустим, вот в Америке, чтобы в Америке продавалась продукция, есть такой сертификат, который делается для продуктов, которые поставляются в космос, ну, для космонавтов. То есть вот такой специальный есть даже сертификат. 189 стран доставки, то есть логистика компании полностью выстроила, поэтому наш продукт люди могут пить в разных-разных странах. Вот, то есть это не только Россия. Вот, 180 продуктов у нас разных и 12 стран изготовителей. То есть это о чем говорит, что у компании есть часть собственных производств и часть заводов, производств по договору. Это преимущество компании. Почему? Потому что выбирается производитель по определенным параметрам, чтобы это было качественное сырье, чтобы это были инновационные высокие технологии. Вот, как, допустим, у нас последний продукт вышел, спирулина, нового производителя компания нашла, производят они в Тайване, и спирулина изготавливаются за 3 секунды высушивания. То есть в результате этого все питательные вещества остаются в продукте. Вот, то, чего сейчас весь мир добивается. Вот, очень компаний по биодобавкам очень много, да, но чем отличается наша компания? Наша компания отличается системным подходом. Потому что, как мы всегда говорим, если, допустим, болит голова, нате вам попейте от головы, если болит нос, попейте от носа, если болит колено, попейте... Помажьте колено. Помажьте колено, да, лучше всего помажьте, да. На самом деле это все внутри. Я просто имею медицинское образование и немножко все-таки расскажу о себе. Я столкнулась с тем, что когда в 2,5 года моей дочери поставили бронхиальную астму, я, естественно, пошла по пути медицины. И до 15-16 лет, пока я не познакомилась с компанией Горал Клаб, мы... Ну, то есть улучшений у нас не было. То есть нам нельзя было практически болеть. То есть если мы заболевали, это все уходило в обструкцию. Вот, мы по 10 дней только вызывали влажный кашель, потому что вот... То есть я не спала, дочь не спала, в общем, уроки и так далее. Все у нас было вот... Ну, я просто вспоминаю, это было, конечно, очень... Ужасно. Вот, и когда я познакомилась с компанией Горал Клаб, я приняла решение, что я вот эти знания медицинские убираю и начинаю изучать здесь. Начинаю изучать нутрицологию, начинаю изучать вот эту систему здоровья. Почему я сейчас хочу вам донести, что это система? Почему чудеса? Не потому что это что-то чудесное, какая-то пилюлька, а потому что все работает в комплексе. Вот кто где? Вы где работаете? В проектной компании. Какой? В проектной компании. В проектной компании. вот есть же у вас такие допустим но какие-то четкие правила которые вы не можете туда-сюда уйти да но какой-то там сбой пойдет есть такое маленько не понимаю нету но четкие правила конечно если особенно проектирование но я даже ну хорошо мы все тут у большинство девочки доме сливали борщ что туда нужно картошка капуста сначала мясо но вы знаете мясо мясо допустим я говорю в цепторе там технология совсем другая да вот я имею ввиду даже просто состав просто состав да понимаете все важно убери капусту это уже борьба чем ты не назовешь но суп но это уже не борщ понимаете я вот просто к чему или допустим ну и правильно про мясо порядок тоже важно допустим мы что с вами сварили сначала капусту с картошкой кинули мясо мясо естественно варится дольше то есть вот этот вот порядок он тоже очень важен поэтому вот почему в нашей компании такие результаты по здоровью потому что вот каждый день я уже четыре года здесь профессионально пристань то есть не только пью продукт я а я уже с удовольствием рекомендую и помогаю людям оздоравливаться благодаря вот этой системе друзья их учу то есть мы не продаем сами по себе баночки мы людей обучаем обучаем идти вот по этой системе они получают свои результаты по здоровью вот итак смотрите давайте вот чтобы мы сейчас постепенно будем буду рассказывать вам про систему у нас такой интерактив у нас не лекция поэтому участвуйте не воспрещается что нужно чтобы жить человеку вот вы уже на сайте видите воздух вода и еда и мы должны выделять до что то то есть у нас в отделительной системы работают водка моча и кстати никто не задумывается да о том что там какая у нас моча каким она цветом как часто мы какаем особенно с врачи сейчас что ребенок младенец только родился раз в неделю какать это нормально я вообще удивляюсь 6 7 раз ребенок кушает 1 неделю какать это нормально да и 0 и взрослому папа по телевизору малыша скал три дня это нормально умничка умничка вообще о а я не 50 лет никто не за цвета конечно да никто не задумывался кстати да вот эту систему понимаете это не только не только не не то что это прямо ноу-хау компании коралловый клуб это уже давно ученые и как я говорю продвинутые врачи ли мы врачи там интегральной медицины или вот эти вот древние какие-то знания да которые сейчас вот выходят на поверхность просто компания курал клуб их применяет и вот вот это должны реально правда в школе преподаватель с этой медицине отношения не имеет это каждый человек может это все использовать и смотрите если у нас на входе и на выходе будет все правильно то есть там правильный воздух правильно вода правильная еда будем нормально потеть правильно ходить как эти писать я смеюзг ты что-то что-то делаешь компании но иногда пошутить хочется там обстановку разрядить я говорю я учу людей писать и какать пить воду писать и какать вот и тогда у нас смотрите будет энергия и активность и работоспособность вот откуда у нас энергия а очень часто все наоборот вот представьте стул у нас раз в неделю какое у нас настроение какая у нас вообще там работоспособность я просто ну общаюсь очень много с людьми да и ну это прям на лице видно вот это вот грустное выражение лица когда у тебя там что-то не так да вот и как еще говорят что ты такой кислый даже не зря об этом с вами тоже поговорим сейчас это почему человек кислый вот и смотрите и тогда у нас правильное ph слышали такое что-то про ph вот ph это кислотно-щелочной баланс и который считается сейчас основным основной константой в организме потому что у нас какие вот есть константы допустим давление да я вам помогаю уже сама холестерин там сахар да кстати про давление очень интересно как вы думаете какая константа давление но это вы знаете новичков хочу спросить в норме давление в норме какое давление ну а что говорят 120 на 80 но в каждом возрасте чем старше человек то чуть-чуть давление повышаться должно ну как врачи говорят да вот так вот смотрите кто там про госты говорил нет я даже это вы говорили госты то есть ты уже не взад ни вперед ни влево ни вправо то же самое но у нее даже слово константа то есть какой там вообще там какой возраст все 120 на 80 так правильно работают у нас сосуды если они не работают значит смотри вот сюда то есть либо у тебя на входе что-то не так либо на выходе вернее а чаще всего и там и там да и поэтому все зависит от ph если мы правильно будем держать вот этот ph то у нас все константы будут в норме вот как бы ни было парадоксально ибо слава богу есть вот такие врачи у меня есть девочка которая пришла ну ужасная там проблема у ребенка со здоровьем было и слава богу ей врач узи спросил а готовый ph когда-нибудь мерили свои слюны они меряют ребенку а там два хотя норма слюны должна быть не меньше и он такие глазанка это вам срочно ищите компанию где есть то что повышает щелочность организма ну и так вот она пришла к нам и я вам расскажу почему именно у нас тут виктория же правильно да 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 То есть мы должны пить щелочные напитки, мы должны кушать щелочную еду, это как правило овощи, фрукты, стараться мясо закислять. Я не призываю всех вегетарианцев, сама мясо очень люблю, но нам тогда нужно создавать баланс. Каким образом создавать этот баланс? Вот смотрите, Ода Варбург, биохимическая теория рака, он говорит о том, про онкологию. Сейчас моя мама тоже похоронила от онкологии, я сейчас знаю, что я точно смогла бы ей продлить жизнь, а может быть даже и спасти. Почему? Потому что даже в моей структуре очень много результатов. И сейчас у нас есть мужчина, который с неоперабельным раком живет уже несколько лет. Причем нормально живет, то есть он там не под себя ходит. Что в щелочной среде раковый опухоль не живет. То есть вот все банально и просто. И не надо там какие-то вот придумывать какие-то вот эти вот теории, химиотерапии, которые это реально просто фармацевтическая мафия называют. Потому что онкологические больные умирают от химиотерапии как раз. Кстати, сейчас есть, говорю, очень много статей, очень много видеокниг, продвинутые врачи, причем даже не российские. Но если вот я как бы к России тоже там люди продвинутые, я сама вот нарыла, как говорится, в интернете, кому интересно могу дать. Ну там вот прям красной чертой. То есть люди умирают от химиотерапии, потому что гибнут все клетки. Они же убивают все иммунитеты, все, который должен бороться с этим, а он наоборот не борется. Он не борется. Я считаю, что убьешь иммунитет и рак, ну, все наоборот делаю. Все наоборот, да. Я почему, вот, уважаемые новички, пожалуйста, для вас это может быть какая-то информация немножко, ну, вот как-то вам не войдет. Пожалуйста, сразу не отказывайтесь. Разберитесь. Потому что вот я тоже год присматривалась, я не была против. Я просто не понимала, зачем тратить деньги, что вроде как бы у меня все хорошо. Это мне казалось, что у меня все хорошо, да. Вот, то есть я воспринимала это как лекарство. А когда я сейчас воспринимаю, что это еда, да, это поддержка моей, моего функции физиологии, да, поэтому это немножко другое. Поэтому если вам даже что-то будет сегодня непонятно, это просто такая, знаете, вот, ну, просто вам задуматься, а как вообще, а что, а где, как изучать. И вот посмотрите, наша кровь, да, такая красивенькая. И чтобы вот дальше я вас провожу, да, по теме, вот, также наши клеточки, как будто бы рыбки в аквариуме. И вот смотрите, чтобы рыбкам было нормально, хорошо жить, у нас должно быть 7-70% воды, 30% рыбок. Мы же вот таких сомов не поместим вот в такую банку. Я просто, у нас родственников, их вот с таких сомиков, вот такие сомы. Я бы уже приходим, казалось уже, а у них вот такой вот аквариум, казалось уже, уже аквариум места мало. Вот такие вот. Кораллом там не видно, наверное. Да. Не, они-то дальше не знали. И вот смотрите, вот нормальное состояние крови, вот так кровь, вот если ее на срезе взять, да, под микроскопом посмотреть, живую кровь. Не ту, которую вы ходите. Многие говорят, анализы, я хожу, у нее кровь хорошая. Это количественное, количество, да, вот, господи, качественный параметр крови, потому что там, сколько того, сколько того, сколько того, а есть качественный. Как она визуально смотрится. Вот у меня лягушка живет, водяная лягушка у нас, и мы так иногда заходим, ага, все, водичка помутнела, пора мыть. Если не пометили галочку, когда, вот то же самое, да, то есть это качество, какая у нас кровь, либо она вот так выглядит, она реально вот так выглядит. Мы, у нас есть такие исследования, там просто ужас в крови, как я ее называю, это перловая каша. Какая перловая каша вам вообще принесет кислород, то есть это эритроцит. Ну, вспоминайте, все равно учились в школе, эритроцит у нас что несет? Кислород, в первую очередь. И вот смотрите, я вот такую картинку рисую, то есть вот такой эритроцитик, видите, вот он. Он как правильный. Ну, то есть вот, ну, короче, даже здесь покажу. То есть кислород, вот сюда вот молекула кислорода садится, и вот там вот внизу. И вот он вот так вот, вот так две молекулы кислорода несется. Что вот в этой каше, кто там что нанесет? Куда пришел, куда? Поэтому, вот они наши головные боли, вот она наша усталость, да? Почему мы начинаем просто пить воду, вот у нас вот в такое переходит, и в мозг у нас пошел кислород, все, и головные боли уходят. И не надо никакие таблетки пить. Я сама с головными болями пришла. И я думала, что это наследство, потому что у мамы в 50 лет начала голова болеть, у бабушки в 55 лет, и она так и умерла в 82 года с головными болями. И что только мы не делали. И капельницы капало, потому что я сама медик, да, естественно, я там по блату укладывала ее в больничку каждый год. Вот, бывало и по два. Вот. Ну вот, и смотрите, примерно если сравнить, вот видите, то есть много-много рыбок, ну вот примерно вот такая вот картинка получается. Презентация интерактивная должна была быть, у нас вообще технически. Ну это, то есть, вот говорят, когда кровь, ну вот сдаешь анализ именно, когда она густая, то это, ну как бы плохо, она должна быть там, ну там по медицински, не знаю какой термин. То есть, если густая, то это уже как бы, ну, плохо. То есть, мы в Китае, помнишь, проверяли на густоту крови. То есть, если они говорят, вот у вас густая кровь, то это уже как бы надо замочить. Да, 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 да. Это вот об этом, да. То есть, вот 70% плазмы должно быть, 30% эритроцита. Вот тогда вот такая вот картинка. Причем она должна быть не жидкой, а текучей. Ну как бы вот толкру это, знаете, вот сравнить, либо вода, это такая, знаете, река такая, там, колуболота какое-то. Вот что-то там течет. Или горная река. Вот должна быть горная река. Тогда у нас и процессы, тогда кислород идет, тогда мы все живые, энергия есть, все в клеточку поступает, питательные вещества, все вот этот процесс весь-весь-весь идет. Вот, то есть, горной рекой должно быть. А как работают у нас, допустим, врачи, опять же, чтобы кровь была жидкая, что он означает? Аспирин. 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 Вот кто если пьет аспирин, вот выйдите и сразу выбросите, потому что у нас уже столько было смертей с этим аспирином. Потому что, что он делает? Он просто тупо убирает тромбоциты. Ну, чтобы тромбы не образовывались. У нас же что, говорят, гипертоникам воду пить нельзя, сердечникам воду пить нельзя, беременным воду пить нельзя, кто особенно с отеками ходит. Мочегонные назначат калибис, выводятся. И вот, и все, что вот оно, вот, ну, это хорошая картинка, да, вот то, что мы имеем. И убираются тромбоциты, и вдруг небольшой какой-то порез, порез, да, или там еще что-то. Вот так вот у нас умерла девушка в 40 лет после операции, которая была на аспирине. Вот. Ну, тут большинство девочек, сами понимаете, что ежемесячно у нас происходит, и просто они не остановились. И мы ее похоронили в 40 лет. Ну, нормально. Аспирина? Аспирина, конечно. Вот. Поэтому вот, если у вас есть родные, прям, мы вам покажем другую систему, понимаете, почему я говорю, что для вас это просто, это вы вот так вот раз и развернулись на 180 градусов. Это совсем другое. Это, может быть, вам сейчас непонятно. Это, может быть, вам, ну... Это космос, понимаете. И... А все почему? Наша система выстраивается на том, что у нас всего 12 причин заболеваний. И наша система, в отличие от медицины, вот вы даже смотрите рекламу кто-нибудь, написано, какой-то препарат, там, тра-та-та-та-та, уберет симптомы такие-то. Ключевое слово, уберет симптомы. Вот. Ну, не лечит. Ну, не, да. Ну, наши БАДы тоже не лечат. И наша система, она не лечит. Она просто убирает причины. Но так как причины она убирает, вы помните первую картинку? Мы нормализуем вход и выход. И тогда организм у нас просто как часики в постоянно заряженной батареечке. И тогда мы живем долго. А мы реально должны жить долго, минимум 120 лет. И такие люди есть. Остров Окинава, о котором я вам расскажу чуть дальше, да. Первое, мы вместе психология. Ну, понятно, да, я все время говорю, надо жить в радости. Но когда у тебя все болит, какая вообще вот радость, да, я всегда думаю. Легко сказать, да, живите в радости. Как я просыпалась, это мне было, так, мы сколько продукт пьем? Четыре года уже тогда? Да, 2015 год мы осознанно начали. До этого, так знаете, пока петух не клюнет, петух клюнет, прибежала, купила. А так вот в системе, вот 2015 год, как раз декабрь месяц, я, моя дочь, мой муж где-то в январе-феврале подключился. Мы начали петь, пять лет, это 19-й год. Четыре года, да, четыре года осознанно. И до этого года за два, за три, да, вот мне уже больше сорока лет было, я просыпалась, и как будто я не спала. Не спала, не спала, усталость, о каком вообще настроении. Живите тут вот в радости все, да. И сейчас, мне вот в мае будет 48 лет, а у меня такое ощущение, у меня жизнь начала. У меня вот так вот все, все, мы уже тут 7 утра встали, сегодня уже весь день встречи, сейчас я в школу, потом у меня еще две встречи, и вечером еще туда, все, и вечером прям, еще вечером еще успокоилась, у меня энергия. До 12 ночи рассылка еще идет. Да, видимо, да. А это потому, что у меня партнеры в других странах, мы пока с Италией переговорили, кстати, мы в Италию поедем, да, у нас там будет по здоровью ретрит, мы там сейчас выбираем либо горы, либо море. У нас жизнь очень интересная. Вот, но знаете, в этом, вот новички, с чего начинают по психологии, если мы психологию будем рассматривать, принять решение, либо я иду медициной, ну тогда это вот не к нам, либо я иду путем системы оздоровления, да, начинаю вникать, понимать, пробовать, получать свои результаты, да. Вот. Следующая причина, это что мы пьем. Ну, как правило, у нас кто что пьет? Чай, кофе. Чай, кофе потанцуем, водка, пиво, кола. Ну, водка еще ладно. Эти энергетики. Энергетики, да, дети у нас, смотришь, мама, я пить хочу. Что ты будешь пить простую воду? На тебе варенье какого-то хоть намешай. Это все еда. Вот, и смотрите, мы должны пить мини, как я говорю, чтобы не умереть. Мы все коралловцы уже пьем больше. Мы должны пить 30 миллилитров на килограмм веса просто чистой воды. Вернее, не просто, сейчас я вам дальше расскажу какую. Ну, мы же цветы не поливаем компотом. У кого животные есть? У меня вот такой кот 7 килограмм. Шикарный. Мы его кока-колой не поливаем. Просто чистая вода, корм, все. В общем, корм тоже. Дети же, моя хорошая, конечно, у тебя там. А это вот, кстати, сразу результат. У нас же школа такая, да, это же герми лекция у нас интерактивная. Вот это вот ребятенок у нас, я помню ее где-то год назад, к ней подойти нельзя было. То есть это вот такой вот ежик был. Это вообще вот она, вообще социально неадаптивный был ребенок. И она постоянно болела, вот сидит мама там вот. И работать надо, а у человека свой бизнес, да. И вот куда она? И тут и работать надо, и тут вот она болеет. И, в общем, она так вот разрывалась. Сейчас вот эта наша коралловская девочка. Спокойненько сидит, там мультики смотрит, все. Она вот ушком слушает. Подождите, будет у нас тут крутой бизнес-партнер. Сейчас подрастет, да. Да, у нас, кстати, дети в 14 лет зарабатывают очень хорошие деньги и в два раза больше, чем пенсия. Да, я вам серьезно говорю. Вот. Ну, потому что ценность здоровья, это сейчас важно. Можно... Ну, нет ничего ценнее, чем здоровье. Да, да, да. Вот. Поэтому, смотрите, 30 миллилитров, это, как я говорю, чтобы не умереть. На самом деле, немножко больше. И, как я говорю, это если зима, если мы не ходим, просто лежим. Вот. Вот это 30 миллилитров. Но мы, как правило, мы двигаемся. Вот, как я, у меня... Я спортом не сильно занимаюсь, но там чуть-чуть, там, йоги, там. Но я ж поговорить-то. У меня же работа такая. У меня с дыханием столько уходит. И я прям чувствую. То есть я пью 3 литра в день. 3-3-100. Но простую воду пить нельзя. Почему? Потому что, вообще, вода у нас должна быть кислотно-щелочная. PH, вот, про которую мы вам говорили, да, про которую я говорила. То есть не менее 7,5. Ну, чистая, понятно, слабо минерализованная должна быть. Не та минеральная, которую мы ездим, там, в шмаковку какую-то. Кто был в шмаковке, кстати? То есть ты пришел, ее из источника попил, и все. Толку ее вообще возить домой. Мы раньше что же этими бутырями возили? Она желтеет. Да нету смысла. Она желтеет через 2 часа. Нет, если ее в кислород не попал, она не желтеет. То есть ее 2-3 дня. Ну, смысла нету. То есть, да вы должны попить возле источника, и, во-вторых, там очень много. Знаете, как говорит, перебор, это тоже нехорошо. То есть это лечебная вода. А мы с вами говорим об ежедневном питье, питьевом режиме, да, то, что напоминает структуру нашей плазмы, да. Вот этого нашего межклеточного пространства. Вот ВАЖ 747,4, физиологически полноценная. То есть она должна быть биодоступной. То есть она должна в клеточку очень хорошо зайти. Мы об этом с вами поговорим сейчас чуть-чуть. Вот. И какую же мы предлагаем вам пить воду? Вот, наверное, по двумвремя давайте мы пьем воду. Вот, я вам покажу с этой бутырочкой. А она что-то, да, в воду? Сейчас, сейчас, надо, нет, сейчас все выясняю. Да, смотрите, вот такие вот пакетики, видите? Это натуральный коралл. Вот, сейчас я вам о нем расскажу. Сейчас скажу. Да. То есть, смотрите, буду рисовать. То есть вода коралл май. Да, ну она, да, по вкусу прям уже другая. Смотрите, вот это все мы вам рассказали, да, то есть какая же вода. Вот, как правило, бутырерно-фильтрованная вода, она не имеет вот этих свойств. То есть у нее PH кислый. Она не структурирована, эта вода. Минералов там вообще в помине нет, особенно если мы сейчас ее чистим, чистим, чистим. Особенно, знаете, фильтра сейчас там обратный осмос, всякие серебро-несеребро. Вот, вот это все, ну там вообще уже ничего нет. Вот, а вода у нас должна поступать в клеточку. И вот, смотрите, еще раз мы с вами повторим. Коралл санга – это кораллы, которые произрастают на острове Окинава. То есть они, им от миллиона и чуть меньше лет этим кораллам. И, смотрите, очень много сейчас есть профанаций такой или как подделок, да, кораллов. Какие-то компании сейчас выпускают. Вот, не верьте, берете, сами проверяете. То есть проверяете PH этой воды, проверяете окислительно-восстановительный потенциал. Сейчас я вам о нем расскажу. Только на острове Окинава. Вот именно там вот эти атоллы из вот этих кораллов обладают. То есть я бы какой коралл даже санга, да, именно там. Почему? Потому что там два течения. То есть там вот этот остров, да, и вот так вот идут два теплых течения. И очень много всякого планктона, рыбок, всяких растений. Ну, они же как бы проживают, да, свою жизнь. И вот эти вот кораллы, они вот этим всем питаются. Поэтому это все натуральное. И сейчас вот вообще идет век того, что сейчас вот эти бабушкины все рецепты, они возвращаются в жизнь, но используя высокие технологии. Потому что мы сейчас, допустим, отвары какие-то не пьем, ну, потому что бессмысленно их пить. Все, что 60 градусов больше залил, там уже ничего нету. Ни витаминов, ни минералов, все там. По идее, вообще приготовленную пищу бессмысленно есть. Не, ну, со смыслом есть. Почему-то, говорю, допустим, та же посуда Цептер, да. Я бы она какая-то а-ля дорогая, а то, что она держит 60 градусов. И там по максимуму сохраняются, ну, реально питательные вещества. Ну, то, что стоит она. Не оправданные деньги, а вот. Я в свое время купила. Но посуда хорошая. Все почему? Потому что вот теплая обработка. Итак, вот возвращаемся к Коралл Санда. Итак, Паш, он у коралловой воды, когда мы ее делаем от 8 и выше. Почему от 8 и выше? Потому что, если я, допустим, вот на литровую бутылку сделала, да, это может быть там около 8. Если я сделаю на стакан, то будет щелочность побольше. Щелочность побольше когда нужна? Вдруг мы вот сейчас идет зима, простыли, да. Мы тоже коралловцы болеем. Но мы как болеем? Мы вечером заболели, утром встали здоровы и пошли. Вот. Потому что это о чем говорит? Значит, включается иммунитет. То есть, если запершила, там сопельки потекли, да, мы этого не боимся. Это значит, включилась иммунная система, включилась лимфа. Как она будет? Вот она и будет очищаться через сопельки, через кашель и так далее. Дальше. Еще есть такой параметр числительно-восстановительный потенциал. Это про что? У нас есть клеточка. В клеточке есть такая составляющая, не знаю, кто есть тут у нас, кто в анатомии разбирается. Я хоть и училась, но так. Плюс 22 заряд. И вот это вот митохондрия. То есть, это наша батарейка, наши клетки. То есть, она заряжается и дает жизни клетке. Кто ее будет заряжать? Вопрос. Вода? Вопрос. Что, где, когда? А теперь вопрос. Не знаю. Смотрите, у нас клеточное пространство минус 60-70. То есть, водичка, правильно, Наташа, водичкой будет заряжать. Но водичка зайдет только минусовая. Вспоминаем физику. Плюс на плюс. Отталкивается. То есть, должно быть либо меньше 22, но желательно, то есть, ученые уже доказали, хотя бы минус 60-70 должны быть у нас напитки. То есть, это электричество наше. Это вот как вот телефоны у нас, да? Все. Сдох. Ну, куда? В розетку. Вот так вот, чтобы не умерла наша клеточка. И вот сюда зайдет только минусовая. Вот. Окислительного стоит потенциал. Воду всю замеряли. Вода вся плюсовая. Что происходит? Организм начинает эту воду перерабатывать. И таким образом, мы говорили там в первом слайде, энергия, наша энергия падает. И вот у нас есть такая пословица, ее всем-всем-всем уже говорю. Можете применять. Чай не пил, какая сила, чай попил, совсем ослаб. Ну, что вы думаете? Все поговорки, пословицы, они вот, они не зря взятые, они испокон веков передаются. Потому что кипяток чистый, плюс 600. Вот, бутылированная вода фильтрованная, плюс 150 и выше, плюс 200 в зависимости. Мы бутылированную замеряли, у нас есть специальные приборчики, можете их тоже купить, там они на Алиэкспресс продаются по разной цене. Можете воду замерять. Вот эта вода только даст энергии. Мы же хотим жить долго и счастливо. Мы хотим, чтобы наша клеточка жила дольше, а не умирала. Через 5 дней, как она родилась, да? Вот. Про ПАЖ еще немножечко, смотрите, расскажу. Почему, допустим, простую воду нельзя пить? Многие сейчас, ну, нормально, все, я уже понял, узнал, я буду пить воду. Приходят просто у нас люди, вот, кстати, буквально вчера была девушка, она говорит, я пью много воды, почти 3 литра. Я говорю, и? Я пошла на обследование, сказали, у вас обезвоживание. Как? То есть, это вообще чайк-коралку, ну, еще кто-то, это не наше исследование, то есть, она пошла. А ей сказали, ваша вода не входит в клетку. Она вроде пьет много воды. Но смотрите, в чем опасность, когда мы пьем много воды. Вот, когда вот эту линию мы смотрели, да, и вот здесь вот у нас 7,43, да, вот это слабо-щелочная, это константа нашей крови. И вот 7,1 – это клиническая смерть. То есть, замеряли у людей, вот, когда смерть наступает, вот 7,1. И организм не допустит, чтобы у нас щелочность была меньше, чем 7,43. Видите, вот прям разница соты. Что организм делает? Для того, чтобы сделать нам вот эту PH, в кровь начинается вымываться кальций, магний, калий, натрий. Ну, натрия еще, слава Богу, нам хватает, потому что солененького все равно подъедаем, да, даже если так, не солим, пожалуйста, сыр, хлеб, да. Вот у дальневосточных еще какой-нибудь. Что-то есть, что ли, я про еду? Вот. Опасно, смотрите, кальций вымывается, вот они наши кости, получается дырки. В дырки селятся товарищи всякие, грибы очень любят кости. И кость у нас, вот они, шла-шла, упала, хрустнула. Шел ребенок, раз-раз-раз, ломал. Говорят, у женщин климакс там у вас уже, там гормональный сбой, у вас остый опороз кальций не усваивается. Это медицина говорит. Мы говорим вот о том, что вымывается просто кальций. Простите, у ребенка, мальчика, какой климакс? Когда вот приходила девушка у нас ко мне на встречу, на консультацию, ребенок-подросток постоянно ломается. Постоянно ломается. Вот. А ребенок занимается спортом. Воду не допивает. Организм настолько закисленный, организм не допустит смерти. Он начинает весь этот кальций у ребенка вымывать. Все, кости хрупкие. Сыпется волос, зубы тоже трескаются, ногти ломаются и так далее. Магний калий, вот смотрите, наше сердце. Вот они наши сбои сердечного ритма и так далее, и так далее, и так далее. Вы знаете, сейчас очень много вводируется вопрос, и допустим, от Мясниковой, слушаю, это не говорит о том, что мы обязаны или должны выпить в день столько, 3 литра или 2,5 литра воды. Вот если ты хочешь пить, то ты попью. Но не говорит о том, что, вот, как до этого у нас, когда вышло много в продаже водородированной воды, нам начали говорить, что вы должны в день выпить 2,5 литра или 3. Это неправильно, конечно, если я хочу пить, то, значит, попью. Вы правильно, может быть, они говорят? Не, вернее, знаете, как я сюда говорю? Я по себе знаю, я даже не была такого, я знаю, что я должна сколько выпить воды, но это какая-то чушь. Если я захотела пить, я подошла, попила, и все. Да, вы знаете, как есть у нас такое, нету истины, есть информация. Вот, что вы для себя примите, для вас это будет и правда, понимаете? Вот для меня правда такая, знаете, я на чем? Потому что в моей структуре больше, уже где-то 70 человек, и у каждого есть свой результат, и я ориентируюсь на результаты. Поэтому там Мясниковый, Немясниковый, Малышевый, ну я знаю, да, Мясниковый, вот. Да, очень-очень много теорий, какую теорию выберете вы? Вот, да, потому что я выбрала вот эту теорию, почему я вам говорю, когда я начала пить воду, и причем я даже если пью 2,5 литра, у меня к вечеру начинает болеть голова, я прямо чувствую. Я просто добавляю 2 стакана воды вечером, прихожу, ну у меня бывает такое, потому что встречи, встречи, да, все, у меня сразу раз, и у меня проходят головные боли. И вот таких вот, вот, если бы сидели сейчас мои там девочки, которые вот, у меня сестра у мужа очень долго сопротивлялась, я говорю, да добавь ты 2 стакана, у меня проблемы со стулом, и уже и вот эко, я говорю, добавь воды, я нормально воды пью, что ты ко мне пристала, бу-бу-бу и бу-бу-бу, добавила пол-литра, ну все, какие проблемы, куда, я ориентируюсь на результаты, то есть если у моих людей, и не только вот здесь вот, да, вот, поэтому на самом деле есть другая теория, что если человек не хочет пить, это 4 стадия безвоженности, поэтому, ну вот, какую вы хотите, выбирайте, вот, потому что мы здесь воду пьем, получаем свои результаты, и на самом деле мы должны пить до того, как захотеть пить. Когда человек захотел уже пить, это уже мозг просто здесь, он уже просто там вам уже, алло, гараж, там я вообще сейчас вот умру, вот, а если мы, допустим, попиваем чаек, то есть мы если когда хотим пить, то мы что обычно человеку делать, то он идет, пьет чаек, компотик и так далее, а на самом деле человек хочет просто, мой организм хочет просто пить. Ну и, конечно, когда мы смотрим кровь, то там все банально понятно. Смотрим кровь, там каша. Выпивает человек у нас на исследовании литр-полтора литра воды, и вот эти вот эритроциты начинают, картинка, и все, и текучесть крови, либо вот так кашей все стоит. Поэтому, ну, тут вот вы сами выбирайте, либо в каше жить, да, тут, ну, тут логически, да, то есть если эритроцит должен носить кислород, а он стоит, кровь вообще не текучая. То есть это простые, простые вещи, поэтому, вот, у нас тоже, знаете, тут очень много профессоров, поэтому если вот говорю, почему вы захотите все поизучать, очень много есть вебинаров, которые все научно доказаны, и, ну, вот, просто в это нужно погрузиться, если вы этого захотите. Вот, двигаемся дальше. Вот, про УВП я сказала, да, что обязательно окислительно-восстановительный потенциал. Еще у нас есть натяжение воды. Вот, натяжение воды, это говорит о том, что, вот, смотрите, вот тут есть такая картинка, видите, как капелька. Вот, то есть вот когда у нас дождик, допустим, идет даже на зонтик, раз, капелька, и она вот как бы вот стоит, да, вот то же самое у нас происходит с водой. То есть когда вот здесь стоит молекула воды, да, она сюда тоже сразу пройти не сможет, то есть она тоже как бы прицепилась, а проникнуть не может. Есть такой показатель поверхностного натяжения воды. То есть чем меньше вот это поверхностное натяжение, тем быстрее молекула воды входит. Чтобы вы понимали, что это такое, представьте, вот, алкоголь, кто пьет, да, ну, там, кто пьет, кто пил когда-то, берешь, да, вот, рюмочку, и такой раз, и через 5 минут уже тепленько все пошло, и ты такой уже сиди, 5 минут. Да, то есть быстро вот это всасывание. Так вот у спирта 20 динам на сантиметр, такой есть показатель. У крови 43 динам на сантиметр квадрате. А вот, допустим, у бутылированной, фильтрованной воды 70. Почему многие люди говорят, я не могу столько воды пить, вот, начнете воду нашу пить, так пить захотите. Наташа, ты еще не захотела сильно пить? Пока еще нет. Вот, это потому что, я тебе говорю, когда вот только вот организм начинает, вот, то есть доходит уже до клетки, организм уже понимает. Я просто сейчас вот с девочкой, ну, работаю, новичок у меня, и она тоже вроде, ой, как выпить, а потом, слушай, я ничего не понимаю, я пить хочу, и хочу. Я первый месяц, и я вообще не могла от этой кружки оторваться. А все почему? Потому что вода стала поступать, и организм понял, все, блин, засуха-то закончила. И он, и он, все, он хочет пить, хочет пить, все, ну, потом вот это немножко вот прям устаканивается. У меня полутора, вот, собственно. А потому что за ночь сейчас жарко. Так, 500-600 миллилитров мы теряем с дыханием за ночь, да. И утром еще обязательно нужно запустить кишечник. Утром, ну, вот я пью литр 200, муж у меня литр 800 с утра пьет. Вот, это, это чувствует, это ты по ощущениям. Но если, допустим, ты не разговариваешь, ну, хотя бы минимум 30 миллилитров. Вот. Поэтому вот то, что делает Коралл Санга. Реально его изучают в институте в Словении. Вика, можешь просто раздать людям видео, пусть посмотрят, потому что целый институт в Словении, который вообще никакого отношения к Коралловому клубу не имеет, изучал эту воду. Они сами были поражены. За счет чего? За счет того, что у него есть электромагнитная проводимость. То есть мы же внутри физика и химия. Вот за счет чего, почему вода начинает быстро. Правильно вы говорите? И простой воды не хочется. И никто никогда простой воды не захочет. А нашу воду мы пьем спокойно. Я сейчас по коллекции, ну, буду говорить, если не буду забывать. А вот эту бутылку, она легко уходит. Вот это капельно, капельно, капельно. Ее реально хочется пить. У меня кот пьет по стакану. Ну, простите, животных, я ему что там, заливать буду. Простую воду не пьет? Коралловую пьет. Я уже сколько раз экспериментировала. Налью, миска будет стоять. Вот. И, конечно, вода имеет структуру. Потому что мы внутри, у нас молекулы упорядоченные. Вот об этом как раз вот в этом ролике и говорит профессор, который исследовал эту воду. Он говорит, там все упорядочно. Поэтому мы вот это вот все, у нас очень хорошо все устраивается. Переключайте дальше. Вот. Следующая у нас, наша причина наших заболеваний, это паразиты. Вот. И причем паразиты, да не только червячки какие-то там, боровички. Вот. А то, говорят, у меня нет углистов. Ну и замечательно, что нет глистов. Глисты не так, кстати, опасны. Очень опасны вирусы и грибы. Кстати, как раз то, что вызывает онкология. То, чего очень многие сейчас люди боятся. Хотя их бояться не стоит, да. Даем правильную воду щелочную, да. То есть мы убираем вот эту закисленность, окисление этих клеток, да, разрушение клеток. Вот. Создаем топ крови и очищаем наш организм. То есть, переключи, пожалуйста. Вот, у нас есть очень много разных программ. Вот, пожалуйста, у нас, допустим, есть здоровый кишечник, да. Такая очищающая программа. И у нас вообще вся компания, в компании очень хорошо все простроено именно паками. Причем эти паки разработаны врачами. То есть, если вот кому все-таки важно вот это. Нет, я не против врачей. Я против медицины. Ну, то есть, вот это вот, чиновничество это. Потому что врачи от Бога, я просто говорю, кто вот, ну, как бы начинает это изучать, да. Поэтому всю физиологию, конечно, они знают. То есть, вот все, баночки лежат. А так вообще там блистерами. Вот так вот все сложено, очень удобно. Все написано, как же любить. Я наступлю в карты сейчас. Да. Очень удобно. То есть, и может, и ребенок спокойно, да. То есть, да. Да, покажи, ага. Вот такими блистерами все сложено. Здесь все сложено. И по 10 таблеточек вот упакованы. Ну, что надо делать? Ну, здоровый кишечник, он называется здоровый кишечник. Он очистился кишечник, как вы почувствовали, что он очистился? Ну, у нас девочки еще только на программе. Ну, вот позавчера говорили о том, когда уже результат. Ну, я делала здоровый кишечник, легкость появляется. У меня иммунка поднялась до такой степени, что у меня муж лежал с гриппом, с температурой 40, я скорую вызывала. Ребенок лежал, а я бегала между ними 3 дня. И вообще даже не чихнула, не кашлянула. Хотя при моем иммунитете я бы там через 2 часа бы уже легла. Ну, и заболевания с почками. Да, я практически там вообще перестала болеть полгода, точно, наверное, простудных никаких не было. Легкость, такое ощущение, что тебе моложе лет на 5-6 точно себя чувствуешь просто по-другому. Ну, я не знаю, как внешне, все говорили, что и внешне какие-то изменения. Я как бы не замечала уже, да, другие не замечают. Но вот по внутреннему, по крайней мере, вот это вот очень сильно чувствуется. Ну, конечно, нужно пропить полностью, чтобы понять. Да, у нас вообще все лежит в кишечнике. Почему я говорю, что вот сейчас очень БАДов очень много. Люди приходят, говорят, а дайте мне какие-то витаминки для иммунитета. Подожди, да, витаминок сначала. Питьевой режим, потому что без молекулы воды. Никакой калий, никакой магния, никакой кальций тебе в клетку не зайдет. Особенно в такой каше в сосудах, да. Вот. Второй момент, что вспоминаем наших рыбок. Прежде чем там кормить, как-то мы вообще-то моем, наверное, этот аквариум, да, периодически. Так у нас в организме. То есть, если у нас кишечник, а есть даже видео, можете погуглить. Называется там колоноскопия кишечника, да. И там уже прям видно онкология. Там прям делали тестовые исследования этой колоноскопии. Знаете, да, что такое колоноскопия? Кишечник смотрится, да, толстый. Вот. У нас у кишечника вот такие ворсинки. И вот это все вот таким образом, все каловыми массами. Особенно если у нас еще люди есть, которые не каждый день в туалет ходят. И в принципе даже те, кто, допустим, как я пришла, у меня не было проблем со стулом. Я была в обратную. Я как-то утка. Извиняюсь за подробности. Вот. Потому что был мощный дисбактериоз. И все почему? Потому что тоже все вот это слизью все было. И ни питательные вещества, ни вода не успевали просто всасываться. Потому что транзитом все проходило, да, вот это все газообразование, бурление, дисбактериозы и так далее. Вот здоровый кишечник, он как раз вот это делает. Есть у нас программки еще немножко другие, да. Я просто к чему хочу? Я вам просто показываю, что под нашу систему, вот эти наши программы и баночки наши, они простроены под систему. Они просто сама по себе баночка. Еще флагманский наш продукт, это программа Калавада Плюс. То есть это единственная программа сейчас на рынке, которая именно делает генеральную уборку кишечника. То есть здесь, если у вас здоровый кишечник, это знаете, как вот, ну это, когда мы, допустим, раз в недельку, ну вот там полы моем, там протираем дома, да, если это. И иногда бывает, кто раз в месяц, кто там раз в два месяца дома делает, там диваны отодвигаем, пылесосим, там, это все трясем, углы моем, вот это генеральная уборка Калавады. Состоит из 14 дней в санатории на дому. Когда за 14 дней настолько вот это ваш кишечник просто прочищаете, да, вот, все, он становится у вас чистенький, весь розовенький. И опять же, вот на этом видео есть, не знаю, его одно время что-то, ну, закрыли, может быть, как-то его по-другому назвали, думаю, что можно его найти. И смотрите, почему я говорю, что все лежит в кишечнике. Наше настроение, наше здоровье, наш цвет кожи, наша молодость, все лежит в кишечнике. А флору можно восстановить? Да, флору, да, там есть суперфлора, это бактерии, там бифидум лактобактерии с инулином. То есть идет уже на пробиотики и пребиотики. Вот, и в Калаваде у нас, вернее, Калавады, когда очищает вот этот кишечник, там получается подготовка 7 дней, потом 4 дня мы убираем социальную еду, пьем специальные такие порошки, белая глина и там нерастворимые, нерастворимая клетчатка. И вот она вот разбухает, вот, ну, естественно, конечно, это все на водичке, потому что за счет чего будет. И вот она, знаете, как губка, вот так вот идет, вот так вот, вот так вот весь кишечник за 4 дня у вас очищает. Чистится все, и кровь, и лимфа. Ну, потому что вот эта глина, она начинает это все вытягивать через кровь. Вот, вот там реально, вот, я не знаю, если ты говоришь, минус 5 лет тебе на здоровом кишечнике, то Калавады реально, говорит, минус 10 лет. Особенно, если их еще там в подряд несколько, то есть, сделать. У нас, допустим, у меня у потребителей родинки поотваливались, там папилонки, пигментация уходит. Ну, о том, что там минус 3-8 килограмм, ну, смотря у кого как, да. Я слышала, что еще... Потому что я на своих там 63 килограмм, у меня больше двух... Я слышала, что зрение восстанавливается у людей после Калавады, да. На воде я похудела сразу же. Ну, почему? Потому что зрение это что? Это хрусталик, он состоит из 90... Ну, в смысле, вот это глазное яблоко и хрусталик состоит из 90% воды. Катаракта это заболевание обезвоженности. Болезнь Альцгеймера это заболевание обезвоженности. Все суставы, ну, все, ну, суставы плюс еще и товарищи. Дальше. То есть у нас вот такая вот еще есть программка. Это вот именно то, что вот мы убираем причину вот этих паразитов. То есть это и грибы, и стафилококки-коки, и это вирусы. Ну, да, вирусы простейшие, то есть вот это все. Потому что очень-очень много у нас здесь, допустим, в Хабаровске очень много лямблей. Очень много лямблей. Плюс у нас очень много аписторхов. Кто любитель малосольной рыбки с этой икоркой? Да, все до него с точки зрения любят. Да, конечно, но что делать? Мы едим, едим и 2-3 раза в год я просто пропиваю травки горькие и все комплексные. Вот, причем травки не просто как можно горечи попить. Ну, полынь, допустим, вот, которая очень хорошо обладает, ты ее попробую дозировку сделать. Как вот гомеопатия, да? Чуть больше дозы это яд, поэтому это только специалист может. Поэтому прополынь там вот. А здесь все собрано. Здесь, причем это все с нанокластерами, то есть это идет холодное экстрадирование. То есть это экстракт, то есть это, допустим, взяли тонну сырья, да, и сделали там, ну, образно, 10 банок, а не 1000 банок. Просто перетерли, ну, просто там пошел ромашкой, ты в кипяток закинул, что там от этой ромашки. Вот, дальше, следующее, что мы едим? То есть мы все время, что мы едим? И здесь я все время говорю, едим мы, не понять, что, да? То есть, с одной стороны... Многие говорят, мы то, что мы едим. Да, да, да. То, что мы едим. Китайские мандарины. Да, мы едим, да, китайские мандарины. Мы едим помидор. Да, которые... Куда не вас? Ну, вы знаете, с старыми деменажами мы же не ели зимой обитательно свежие овощи. Кваши на саду. Да, конечно. А мы сейчас вот китайский этот огурец покупаем, он пользы не приносит, а вот салат огурец. А потому что я вам вот и говорю, потому что все равно люди раньше, они, во-первых, двигались очень много. У них лимфа работала. И они, естественно, работали, они потели, они пили воду. И вода у них была какая-то родниковая. Конечно. Я почему говорю, понимаете, сейчас вот то, что нам говорят вот люди, которые, да, ну вот в возрасте у меня тот же папа, да, вот ему 80 лет. Он, кстати, у меня на пилюльках на всех, на воде. Все, 2 литра, как отчинаж. Все, бурсит куда-то делся. Подагры нету уже 2 года. Давление держится. Не болеет уже 2 года. Вот он у меня вообще с такими платками ходил раньше. То есть у него вот эта лимфа вся бежала постоянно. Он еще курит. Ну, вот если бы курить, еще бросил. Может быть, уже женили бы его еще. И он такой, ту зиму он не болел, поза ту зиму не болел. А так все, он постоянно, чуть-чуть, где, все, сразу простывает. Причем на минимум даже продуктов. Раньше другое время было. Но о том со мной, слава богу, не спорят. А очень многие, вот говорю, люди, кто в то время там жил, да, или там, ну, кто там постарше, да, уже. Ну вот мы же раньше, да. Да. Раньше у вас, простите, айфонов не было. Пища другая была. И пища другая была. Поэтому сейчас, сейчас это актуально. Почему я говорю, выберите свою компанию, выберите свои БАДы. Почему мы рекомендуем свою компанию? Ну, тоже, ну, нет так нет, мы вас, как говорится, тут же кандалами не держим. Вот. Я почему говорю, преимущество нашей компании, потому что это система, вот, которую я, ну, сейчас раскрываю. Система и поддержка большая. Ну, поддержка это да. Да. И вот смотрите, что мы едим. Очень много химитоза, всяких ешек, глутаматов и так далее. Хотя, на самом деле, глутамат очень классная штука. Но она находится в мясе, в сыром. Мы же сырое мясо не едим. Да. А вот это то, что химия, которая, я все время тоже столько этого глутамата. Вот этих вот окорочков Буша наелись. Наелись. Вот этих вот спредов, что у меня дочь, сейчас ей 20 лет, и мы до сих пор восстанавливаем гормональную систему, но благо продукта. А так бы что, ну, гормоны бы нам назначили. И что? Что я вчера прочитала, оказывается, вот эти, гормонозаместительная терапия. Причем до кораллоклуба не относятся. Это вот сейчас тоже продвинутые врачи, интегральной медицине, эндокринолог, гинеколог. Она говорит, ни в коем случае не пьем мы никакие, ни противозачаточные, ни гормонозаместительную терапию. Прогестин, то есть это который, наш прогестерон, который организм вырабатывает, да, и яичники, который должен сохранять беременность. Прогестерон. А это химическая форма прогестин. Вызывает? Ну, короче, там в голове идет вот это вот уничтожение нейронных связей. Ну, короче, ты ку-ку. И вот таким вот сплошным текстом. Вот кому надо, вот прям пришлю, подписано там на девочку, прям она умничка. И она многих врачей подписана, которые не коралловцы. Но антисосимы, они по-другому говорят, можно научиться жить без гормонов. Но есть предлагают, как мы вчера, да, Наташа, говорили, ну не вопрос, можно в тайгу пойти. Но все равно надо в ту сторону смотреть. Просто я для себя выбрала удобное. Я пошла из баночек, доела то, что я не доела из продуктов. То есть продукты мы сейчас едим для того, чтобы просто вот для удовольствия. А еды-то там, да, ели капусту эту квашеную, как тоже с одним мужчиной стал переписывать. Он, а не пробовали капусту квасить? Я говорю, ты квасим капусту, что ей одной питаться, что ли? Ну сегодня ты ее поел, на завтра ты выел. После завтра ты все в одной капусте, что ли, все дела. А что, как, говорит? А потом грудь вырастет, да? Ага. На вашем капусте вырастет. Вот, следующий слайд. Вот, поэтому, конечно, что компания предлагает в плане еды? И вот смотрите, только вот здесь я вам начала рассказывать о том, что мы едим. То есть потому что сначала вода, потом сначала мы помыли свой организм, а потом мы начали еду нашим рыбкам давать. Ну, вернее, это параллельно можно делать, да? Но тем не менее, основное то, потому что если ты не дашь воды, не почистишь организм, да, корми ты хоть закорми. Оно не усвоится. Оно, во-первых, не усвоится, потому что кишечник глязлый. Оно не коротит. Потом товарищи все все посъедают. Вот. И смотрите, на первом месте даже не витамины и минералы стоят. Многие говорят, дайте мне витаминков. Это подписано на один сайт, там народ в интернете заказывает. Если для иммунитета. Витамины, витамины. Ну я попыталась что-то как-то консультацию. Она говорит, а вообще кто? Мы тут закупками занимаемся. Если вы, типа, не лезьте тут со своей этой, говорю, да нет и нет, что это? Аминокислоты на первом месте, потому что мы все состоим. Каждый кирпичик, каждая наша клеточка состоит из нескольких слоев. Я тут немножко по-умному, да? То есть белковая. То есть сначала жировая идет, липидная оболочка. Потом идет белковая. Потом у нас еще гиалуронка идет. Потом опять белковая. Понимаете? Семь оболочек у клетки. Так вот, клеточку, чтобы укрепить, чтобы не болеть. Потому что, ну, представьте, вот, это, что-то вспомнилось мне. Три поросенка, помните? Знаете? Ой, моя любимая, слушайте, сказка была в детстве вообще. Да, да, эти, знаете, на этом. Вот пластинки вот эти вот были. Я помню, мне лет шесть, наверное, было. Меня мама первый раз составила. То есть она на 10 минут убегала. Мне так страшно было. И я смотрела эту сказку, где он дул. А мне так было страшно. Думаю, ну, нормально. Я сижу, он такой, волк, это страшно. Ну, гу-у, дует. Ну, вспоминайте поросята, да, что настроили. И только каменный дом выстоял. Вот так это, вот так и здесь. То есть вот белковую, белковую эту нужно простроить. Вот он, наш иммунитет в первую очередь. И каждая клеточка, какая, если это клеточка мозга, значит, а у нас так природой, кстати, заложено. То есть, не знаю, природой или Богом, ли там, я не знаю, там, высшим каким-то разумом. То есть, ну, какой-то проект, наверное, когда умрем, наверное, узнаем, что за проект. Что у нас вообще, почему мы сюда пришли, да, на эту землю. Определенное количество клеток. Почему люди-то умирают? Потому что вот эти клетки, они умирают быстрее, чем надо. Вот какие-то клетки, допустим, там. Каждая женщине, там, ну, как вот, заранее, да, приготовлено, там, миллион клеток. Ну, за сколько раз вот они, вот эти миллион, все, вот. Потому что у кого-то востока-то, да, заканчивается, у кого-то востока-то, вот это все от этого. А надо создать условия для наших клеточек. Поэтому каждая-каждая клеточка, это 28 аминокислот самых главных. И у нас для этого есть продукты. У нас есть противити. То есть там 11 незаменимых аминокислот. Вот, сразу входит в клетку. Не нужно не расщеплять, ничего делать. Это всем и деткам, и взрослым. Кстати, у пожилых людей вообще белок не усваивается. У них так кишечник устроен. Почему его тоже надо им чистить. То есть мясо ешь, хоть заешься. Курицу ешь, хоть заешься. Они не будут усваиваться. А им белок нужен. Почему кожа начинает сморщиваться? Вот, поэтому нужны аминокислоты, такие, которые зайдут. Вот, пожалуйста, противити. Сейчас весь мир очень любит, но тоже выбрать нужно хорошее. Вот я начала уже говорить про спирулину. Это смесь бактерий с растением. Шикарная штука. Аминокислот очень много. Витамины группы В. Витамин А, витамин Е. То есть, вот ты взял полностью витамины, минеральный комплекс. Зачем вам витамины? Берем спирулину. Тебе и аминокислоты, тебе и витамины, и минералы. Вот. Есть хлорелла. Хлорелла это прям растение. Спирулина, они немножко как бы вот они. Можно и то, и то. Очень хорошо поднимает гемоглобин. С многим образом гемоглобин, да? Есть такие проблемы у кого-нибудь здесь, в этом зале? С гемоглобином. У меня был всю жизнь гемоглобин. Сейчас закончилось это дело. Гемоглобин вроде бы как стал нормальным. Ну, правильно, потому что кровопотеря. Но там еще, смотри, живут товарищи, которые подъедают кровь, да? Вот. Поэтому аминокислоты. Есть у нас коктейли очень вкусные. Три вида белка. Витамины, минералы для кожи, волос и ногтей. Шикарная штука. Ну, все почитайте, поизучайте. Я вам просто экскурс, да? Говорю, что в каждой вот, в нашу вот эту причину мы разбираем. 15 минералов. У нас есть моноформы. То есть это селен. Самый главный минерал. Знаете, да? Цинк. Очень важен мужчинам, но и тоже женщинам. Кстати, иммунитет это цинк. Знаете, да? Вот. Потом минералы, это что у нас? Кальций. Причем кальций у нас это природное отложение. Это не какой-то химически полученный кальций. Все, что получено в лабораториях, организм не усваивает. Поэтому вы внимательно, ну, как бы смотрите. И минералы наноси в хелатной форме. Хелат в переводе к лишня. То есть витамина кислота, которая берет вот так молекулу минерала и несет в клеточку. Тогда вот она до клеточки дойдет. Дальше витамины нам, 12 витамин. То есть это каждый день у нас должно быть. То есть а мы уже просто смотрим из баночек. Какие-то комплексные берет. Допустим, это вот одно, это вот это там 3-4 баночки взяли. И вот мы называем это код клетки. Вот это все мы покушали. Вот это еда главная. А там картошку поели вы, морковку. Вот. Вот это вот главное. То, что надо кушать. Есть у нас комплексные витамины, минеральные комплексы. И вот наша гордость, это вот липосомальные витамины. Вот посмотрите на картинку, вот эти красивые коробочки. Это куркумин. Вообще шикарная штука. Из куркумы, из корня. Причем не один вид, на который куркума продается как приправа. Это один вид только корня. Одно из оболочек. А там у каждой оболочки, каждые свои свойства. У нас идет именно комплексный. Желчегонный, иммунная система, противораковый, против старения. Вообще вещь просто. В чем преимущество липосомы? Липосомы это вот такая вот сферка. То есть вот такой шарик. Внутри помещается действующее вещество, допустим, ну вот, витамин D, да? Возьмем. Сюда помещается витамин D. Вот эта сферка подходит вот сюда в клеточку. А сфера состоит из жирового слоя, или липиды еще называют. А мы с вами говорили, одна из оболочек это жировая. Она сюда подошла. Вот это вещество, витамин D сюда встал. А сама оболочка вот так развернулась и встала вот сюда в оболочку. То есть идет еще укрепление каждой-каждой клеточки. Представляете, вообще круче. Делается в Нидерландах у нас. Вот есть витамин C, витамин D. Сейчас витамин D вообще у меня девочка сейчас по онкологии. Последний результат шикарный. Она говорит, слушай, Хабаровске здесь сколько обследовали, меня ни разу не сказали на витамин D. А Питер, в Питере очень много, наверное, больных. Там солнца нет. А, там солнца нет. Там погода такая. Да. И у них у всех витамин. Да, у нас здесь солнца много. У нас вот я со многими людьми общаюсь. Очень много людей сейчас дают витамин D. И они им сказали, что недостаток витамина D тоже провоцирует онкологию. И провоцирует он еще неустояние кальция, да, и что ведет к костеопорозу, еще и все такое прочее. Но у нас все взаимосвязано в организме. Одно-другое тянет. Ну и снижение иммунитета тоже. Да, да, да. И охватывается витамин D. Да. Вот, поэтому даже если я сейчас скажу про витамин D. Я ходила к эндокринологу, когда она мне сказала, вот она мне сказала, пить витамин D, я пропила месяц или два, вот вегантолы, есть аквамарин или как вопрос, аквамарис. Сдала я анализ на витамин D. По нашим российским показателям у меня нормально. Я говорю, у нас же столько солнца, куда мне еще витамин D? Я целое лето сижу на солнце практически. Она говорит, нет, по международным показателям у нас в России заниженный показатель, половину, если не меньше. И тебе надо пить витамин D каждый день пожизненно, чтобы поднять вот этот мировой уровень витамина D, который у нас еще пока не приняли вот эту, как сказать, стандарт. Стандарт, да, да, вот это по витамину D, по анализам. Да, я знаю. Ну, допустим, 50 у нас стандарт, ой, должно быть, а во всем мире 100, допустим. Ну, минимум 75 должно. Ну, допустим, я не помню, сколько. Ну, должно быть минимум так, коэффициент 75. Вот, еще ни одного не встретили. Ну, в смысле, тот, кто не пьет витамин D. Смотрите, в чем еще витамин D, в чем его важность именно липосом. Потому что бывает такое, что мы пьем в кишечнике, а смотри, пункт прошлый, всасывания нету, пей хоть запейся. Почему-то эти дозировки берут, увеличивают, а это тоже нехорошо. Получается, то, что не всосалось, оно куда пошло? Хорошо, если вышло. А если интоксикация? Почему, допустим, минералы аптечные, которые нехилатной формы, их нельзя много пить, там усвоение 7-8%. Тогда берется большие дозировки. Просто люди немножко не понимают и приходят, у вас дозировки маленькие. А нам и не надо маленькие, у нас высокие технологии. 60-70% усвояемости. Что минералов, что витаминов липосомальных. Мы их берем просто в рот и просто рассасываем. А даже пить не надо. Ну, можно не пить, я рассасываю. Можно вопрос? А вот ты говоришь, что обязательно сначала надо почиститься от паразита? Нет, параллельно можно. Параллельно можно его пить. Да, да, да. То есть это можно, мы сейчас найдем, да, можно это одновременно. Дальше, 7 групп ферментов у нас в нашей тарелочке обязательно должны быть. Ферменты, нам должны каждый день. Ферменты, это знаете кто? То есть если у нас аминокислоты, это кирпичики, да, вот, строители, это минералы, а прораб, это ферменты. То есть он стоит и говорит, так, это вот в эту клетку встраиваешься, так, ты туда идешь, ты вот сюда идешь, так, ты тут полы заливаешь, ты обои клеишь. Вот, вот таким образом ферменты нам нужны всегда. Но это не мизин, не панкреатин, не какой-нибудь там, какие мне еще, наговаривайте. Крионы, дорогущие. Крион, да, да, да. То есть должны быть ферменты натуральные из растений. Почему? Потому что, открываем инструкцию на мизин и смотрим, не более двух недель. Почему? Потому что, как гормонозаместительная терапия, поджелудочная железа понимает, мозг виднее понимает, он говорит, так, что-то я не понял. Почему у меня там ферментов больше стало, что-то поджелудочная железа, что-то загоняет. И он берет и все, и отключается. И свои ферменты перестают вырабатываться. Замечательно. А мы сегодня попили, а потом перестали. А, поджелудок-то выключилось уже. Мало того, что пища у нас должна перевариться, есть еще такие ферменты, называются энзимы. Они до конца еще не изучены, но это такие ферменты, которые работают в крови. И когда я говорила про аспирин, запомните, что я вам расскажу. Это как раз вот тот продукт, который будет прочищать ваши сосуды от того, что не нужно. Ассимилятор. Дегистейбл. Да, вот такие. Там именно 7 групп ферментов. Не просто один, а 7 групп. Но за счет того, что они растительные, они никакого отрицательного воздействия не делают. И поджелудка работает, да. В чем преимущество растительных всех продуктов? Сколько она от организма столько взял? Почему мы говорим, это еда? Это не лекарство, как у меня папа, вот написано по две, по одной, а ты мне сказала по две. Говорю, пап, ну ты сегодня один помидор съел, а завтра тебе два захотелось, и что? Или там ты три яблока съел, ну в туалет чаще сходишь. То есть, ну это мышление, понимаете? Это еда. Ну потому что привыкли, когда лекарства пить. Сказали, папа, у меня был нервный стримб. Да, когда я начала. Потому что я когда увидела. Потому что воспринимают как лекарство. Для меня это лекарство. Да, но сейчас такого нету, Вика, надеюсь. Ну я кое-как пережила, я все равно их запихивала. Но дело в том, что я спать не могла. Ну что я делаю? А вдруг мне будет плохо? Я тоже в шоке была, когда увидела лецитин. И меня Сусана вот вытягивала. Он же огромный вообще. Она когда увидела. Ну как это происходит? Так, вы сейчас новичкам сейчас договорите. Не, ну чтобы вы не боялись новички. Что нужно как-то вот правда, что это еда. И потом я стала наедаться, стала меньше ездить. Стала хуеть, стала хороше. Да. Ну вот, кстати, я заметила, прям у вас цвет лица очень поменялся. И лицо поднимение. Серьезно, я же помню, вы тут сидели. Таблетки от давления перестали пить? Иногда пью. Ну, чуть-чуть еще. Водичку увеличивайте. И вот ферментов побольше. С водой я полтора выпивала. Так, смотрите дальше. У нас кулининасыщенные жирные кислоты. Ну, от омега. То есть она же для сосудов, для мозга. Вот это мы все пьем. У нас, в чем преимущество нашей омеги? У нас получается из 100% вещества, да, потому что там как бы рыбий жир, да, еще там витаминье, вот из рыбьего жира, 60% чистой омеги. Потому что когда многие идете, ой, там подешевле, ну и что? Смотрите, сколько капсул надо пить. Потому что если нашей достаточно, допустим, 2 капсулы, то других каких-то продуктов по 6 надо. Вот. А еще надо из глубоководных рыб делать. А? А еще надо из глубоководных переключать. Из глубоководных делать. А у нас делают не понятие с каких. Да. Вот. Поэтому вот что мы идем. Поэтому у нас очень много продуктов именно вот в эту систему. Но чуть-чуть пробежимся еще по причинам. Это медицина, гиподинамия, травмы, вредные привычки, экология, наследственность, биоэнергетика и время. И вот смотрите, время, наследственность, травмы мы не можем повлиять. Ну, как нет. Ну, травмы, ты же, как говорится, шел, шел, упал, ты же, ну, как бы, вот, не знаешь. Но тем не менее у нас есть очень много тоже результатов. Если мы про коралловку говорим, то, ну, многие последствия все-таки, они, ну, хорошо у нас, быстрее кости срастают. У нас позвоночники срастаются вместо полугода за два месяца. У нас этих результатов, у меня вот в структуре, вот, мальчик сорвался там. Вот этот детский какие-то вот эти площадки, этот, порвался этот, на Воронеже там. Вот. Ну, время тоже мы не можем, да, но оно, как бы, говорится, идет. Хотя, знаете, такое есть интересно. Если вы куда-то не успеваете, то нужно, наоборот, замедлиться. И время, оно замедлится. Слышали такое? То есть мы начинаем же быстрее, наоборот. Мы торопимся, мы еще быстрее. Да, надо всегда успокоиться. Наоборот, это все, и время удлиниться. Потому что мы еще просто про время много не знаем. Но время, оно, короче, такое, да. Кстати, вот, видишь, опять эти. То есть время мы еще не умеем управлять, но это тоже, вот. Вот, такая, а, ну, про наследственное еще, знаете, что, вроде, тоже, вроде как, мы не можем управлять. Но, вот у меня, допустим, я взяла, у меня мама, постоянно с головными болями, гипертоник, бабушка, гипертоник, вторая бабушка, гипертоник, папа, гипертоник, и что? Мне нужно быть гипертоником? Вы остановили кару. Да, я просто понимаю, что это мне вот в эту тему надо, да, вот, что мне надо на это внимание обратить. Вот, дальше. На что мы можем частично менять? Ну, вот, медицина, экология, биоэнергетика, психология. Занимайтесь, берите какие-то инструменты. Биоэнергетика замечательна. Йогой там, не знаю, какие-то вещи, это все тоже очень важно для, потому что, как я говорю, мы физическое тело, у нас еще семь тел. Поэтому, вот, берите все, тоже используйте. Коралловый клуб – это тоже не панацея, это как один из пазлов здорового образа жизни. Вот, дальше. Вот, ну, и вот то, что коралловый клуб, да, то есть мы нормализуем питьевой режим, правильную воду начинаем пить. Мы работаем с товарищами, мы нормализуем клеточное питание. Вот, ну, гиподинамия, понятно, что нужно двигаться, да, без этого никуда. Это даже, ну, или лимфатическая система работает, вот. Ну, вредные привычки тоже может. Кстати, вредная привычка, знаете, какая, это вот, на лифте ездить. У кораллы едет. Отлично, давай дальше. Ну, вот она, четыре шага. Напоить, очистить, накормить и защитить. Вот это система. Да, вот она система. То есть мы все время всегда пьем, два-три раза в год проходим очищающий пиво, программы. Мы каждый день даем клеточке клеточное питание и защищаем. У нас есть еще антиоксиданты, вот. Очень мощные про них тоже видео можете посмотреть. И еще у нас есть такая вот защита от электромагнитного излучения. Вот такая штука вообще вещи. Наклеечка, да. То есть на телефон, на микроволновку, на роутер, на компьютер, на планшет, на ноутбук. Сейчас, кстати, со скидкой. Убирает электромагнитное излучение. Намного дальше. А, все. Вот. Поэтому вот такая вот у нас система. Вот. Это я вам коротко. Еще можете видео посмотреть. У нас разные школы есть. Потому что я так рассказываю, кто-то по-другому рассказывает. Посмотрите несколько школ. Вика Даш, Наташа там тоже Даш. То есть у нас другие есть спикеры. Поэтому все внимательно посмотрите. Как я говорю, делайте выбор. Я свой выбор сделала. Я здесь. Ну, а вы включайтесь, изучайте. Вот. И будьте здоровы. У меня все. Спасибо.